Здравствуйте! Вы смотрите программу «Поговорите с доктором». Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам прямо сейчас. Вы можете дозвониться по номеру 200, ровно 2515, принимать участие в нашей беседе. А беседа будет интересная, и она будет касаться актуальной темы для многих, наверное, и взрослых, и большей частью детей. Мы будем говорить об аденоидах. И поможет нам в этой беседе Юлия Александровна Олейникова, врач отоларинголог. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Доктор, давайте начнём беседу, как мы обычно это делаем, да, обозначим, что называется, обозначим проблему. Что такое аденоиды? Аденоиды – это патологическое разрастание лимфоидной ткани носоглуточной миндальной. Что такое носоглуточная миндальная? Носоглуточная миндалина – это монокомпетентный орган, который входит в состав лимфоглуточного кольца, состоящего из шести миндалин. Это глоточная миндальна, которую мы можем увидеть, просто открыв рот. Это две трубные миндалины. Это язычная миндалина, которая расположена в корне языка. И носоглуточная миндалина, которая располагается в своде носоглотки. Пожалуй, самая труднодоступная для обычного осмотра миндалина. Аденоиды – это, повторюсь, патологическое разрастание лимфоидной ткани. Возникает оно у детишек от 3 до 7 лет. И дальше, где-то к подростковому возрасту, носоглуточная миндалина подвергается регрессу в связи с ростом самой носоглотки. То есть если всё в норме, то носоглуточная миндалина подвергается регрессу в связи с ростом носоглотки. Кто диагноз аденоиды ставит? Как можно определить, что у ребёнка аденоиды? Увеличенные? Вообще они есть всегда, получается? Нет, всегда есть носоглуточная миндальна. Это ещё не аденоиды. Аденоиды – это увеличение ткани носоглуточной миндальны в своих размерах. Увеличение разрастания в объёме. Её гипертрофия носоглуточная миндальна. Ну вот педиатр, который, допустим, смотрит ребёнка регулярно, он может обозначить проблему, то есть увидеть, что у ребёнка аденоиды, да? Или необходимо ходить с определённым интервалом, например, к лор-врачу на приёмы? Педиатр может заподозрить по ряду заболеваний, которыми могут осложняться аденоиды, по ряду симптоматики, которыми проявляются аденоиды, и это должен направить к утоларингологу. Вообще утоларинголога, как и стоматолога, пожалуй, нужно посещать где-то два раза в год, потому что только высококвалифицированный специалист, обладая современными методиками диагностики, может определить самые ранние этапы развития этой болезни. Доктор, у нас есть, в общем, картинка, которая может быть, может ли она нам помочь, да, в нашем вот именно в этом вопросе сейчас. Получается, вот как раз изображены аденоиды там, где проблема, да, собственно, базируется достаточно глубоко. В чём причина возникновения аденоидов? Причина возникновения аденоидов в том, что носоглотка, носоглоточная миндалина – это первый орган, который встречается с факторами внешней среды. И является, поскольку она является иммунокомпетентным органом, она является первым органом защиты. И поэтому воспаляется достаточно часто. То есть любые инфекции – это и бактерии, это и вирусы, некоторые детские инфекции – кори, скарлатина – могут приводить к воспалению носоглоточной миндалины. Но это ещё не аденоиды. Это так называемый аденоидид. Вот как аппендицит воспалился, аппендикс возникает, аппендицит воспалилась, носоглоточная миндалина – возникает аденоидид. При персистирующихся, при часто повторяющихся инфекциях носоглоточная миндалина перестаёт справляться со своей функцией и становится уже резервуаром хронической инфекции, разрастается в размерах, и тогда уже мы говорим об аденоидах. То есть когда носоглоточная миндальна приобретает дополнительную ткань, дополнительный объём. Чем это опасно? Тут нам нужно сказать вот о чём. Что первое – аденоиды – это резервуар хронической инфекции. И второе – что аденоиды механически перекрывают дыхательные пути. Соответственно, отсюда развивается ряд патологических состояний. Первое. В носоглотке помимо носоглоточной миндалины открываются усти слуховых труб. Усти слуховых труб – это такие образования, которые соединяют внешнюю среду с системой среднего уха. При раздостании аденоидов усти слуховых труб перекрываются, соответственно, среднее ухо перестаёт нормально функционировать. Это приводит к тугоподвижности систем среднего уха, барабана, перепонки, барабана, косточки, за счёт формирования отрицательного давления в среднем ухе и к снижению слуха. Это первое. Поскольку аденоид – это резервуар хронической инфекции, то эта хроническая инфекция легко по слуховой трубе может проникнуть в среднее ухо, что приводит к рецидивирующим среднему антитам. Далее. Этот патологический очаг может спуститься вниз. Это же наверху, носоглотка. Наверху находится, а дальше идут ниже лежащие дыхательные пути. То есть благодаря посредствам постназального синдрома, стеканию слизи, стеканию всех этих патогенных агентов возникают воспаления ниже лежащих отделов. Это миндалины горла? Нет, это дальше. Это и миндалины могут воспаляться. Может воспаляться гортань, могут воспаляться бронхи, и может воспаляться трахея. То есть, опять-таки, уши могут воспаляться, и ниже лежащие отделы. Аденоиды приводят к обструкции дыхания. Следующим шагом дыхание через рот. Обструкция? А что это? Это перекрывание. Перекрывание. То есть не может ребёнок дышать носом. Соответственно, он дышит через рот, что приводит к деформации лицевого скелета. Наверное, слышали? Возникает аденоидное лицо. А что? Вот когда вниз, да, подвисает челюсть? Да, аденоидное лицо. Начинает изменяться прикус, нарушение формирования прикуса. Следующий момент. Обструкция, да, затруднение дыхания или отсутствие дыхания через нос приводит к снижению вентиляционной функции лёгких. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению насыщения крови кислородом. Ребёнок оказывается... Это гипоксия, получается, какая-то. Да, всё правильно. В условиях хронической гипоксии. Соответственно, ребёнок плохо усваивает материал, он не может концентрироваться, отстаёт в очи. Вот, в общем-то, вот такие... Получается очень серьёзный, нагрузный спектр, да. Казалось бы, аденоиды просто человек дышать не может, тут оказывается и бронхит. И зачастую просто вот когда говорят о том, что ребёнок склонен к бронхитам, кашляет сильно, ну и сопли постоянно. То есть, получается, возможно, как раз-таки источник именно вот этот вот и провоцирует, и воспаление бронхов, и, что называется, сверху всё идёт. Спасибо, доктор. А что должно насторожить родителей, на что обратить внимание? Как? Когда обращаться к врачу? Когда же пора? Пора. Когда пора? Ну, во-первых, если ребёнок плохо дышит носом. Плохо дышит носом или не дышит совсем носом. Болеет больше четырёх раз в год и страдает, и насморки приобретают затяжной характер. Лечишь-лечишь, а сопли не проходят. Не проходят, не проходят. Если ребёнок ночью храпит, а ещё хуже, у него наступают остановки дыхания во сне. То есть мамочка слышит, дышал-дышал, но какое-то время замер, это уже очень грозный симптом. Если ребёнок начинает переспрашивать, плохо слышит, вот этот симптом тоже очень часто упускают, потому что думают, что ребёнок балуется. Да. В общем, он спутан и ног, кстати, на самом деле, да. Что? Что? Да что ж такое? А уже пора, руки в ноги, уже к доктору пора. Проверять его пора. То есть на это тоже нужно обращать внимание, потому что это может говорить не о просто том, каком-то характере или этапе, а действительно о симптоме уже заболевания. Ну и естественно, если же имеется осложнение, о котором говорилось выше. То есть тогда обязательно нужно идти к утоларингологу, ну и вообще, как я уже сказала, показывать ребёнка утоларингологу не менее двух раз в год. Доктор, ну очень многих людей нашего поколения, возможно, поколения наших родителей, вот это вот само даже словосочетание «удалять аденоиды» вызывает какие-то кошмарные ассоциации, потому что меня, к счастью, это миновало, но это вообще очень больно и очень большой стресс, страшно. И в принципе даже сам процесс обследования, скажем так, когда доктор смотрит, осматривает ребёнка на предмет увеличения аденоидов, очень неприятно. И сейчас как это происходит? Это вот кошмар-то до сих пор с нами или? Ну, я немножечко в историю, да, и в принципе, ну, наверное, в некоторых клиниках до сих пор применяются эти методики. То есть для диагностики аденоидов, вы правы абсолютно, раньше применялись следующие методы. Использовалось специальное зеркало, шпателем отдавливался язык, это зеркальце вводилось в полость рта, подводилось к носоглотке, и в обратном отражении исследовалась картина на так называемой задней риноскопии. Если же это не удавалось, потому что, ну, так как-то сложно, очень много инструментов ребёнку маленькому. Попробуй, говори, рот открыть вообще. Да, особенно ты не введёшь. Использовали так называемый пальцевой исследователь. В принципе, метод неплох, но тоже сопряжён с некоторыми и техническими, и неприятными ощущениями для ребёнка. Можно использовать рентгеновские методы исследователь, при которых аденоидная ткань видна. Но, опять же, это связано с лучевой нагрузкой, которая, в общем-то... Да, не очень-то её и хотелось для малыша применять. А на сегодняшний момент... Доктор, прошу прощения о том, как сегодня происходит, да, как обстоят дела, мы расскажем телезрителям. Давайте сейчас прервёмся. Нам дозвонилась телезрительница из Красного Сулина. Людмила Александровна, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, доктор. Вы знаете, я хотела спросить у вас. Раньше у меня у дочери дважды удалили аденомы. А сейчас наше время... Вот сейчас, внук у меня, если вот аденомы, это часто или за один раз вот сейчас это делается, и как-то вот что убирается полностью всё, эта проблема. Спасибо, Людмила Александровна. Вот аденоиды, о чём хотела, наверное, сказать наша телезрительница, да, действительно раньше могли в несколько этапов это делать? Это правда? Людмила Александровна, спасибо большое за вопрос. Мы плавно уже подходим... Как раз к тому, о чём хотели поговорить. Да, о чём вы хотели поговорить. Но вот всё-таки я расскажу, наверное, как их диагностируют, да, а потом мы плавно перейдём к хирургическому лечению, потому что на сегодняшний момент это сопряжено одинаково, в принципе, с помощью высокотехнологических методик, как эта проблема решается. Так вот, на сегодняшний момент, чтобы диагностировать аденоиды, мы применяем золотой стандарт диагностики. Это эндоскопические методики исследования носоглотки. Применяются как гибкие эндоскопы, фиброскопы, назофиброскопы, так и жёсткие ригидные эндоскопы. Это трубочки вот такие маленькие. Маленькие, оптические, тоненькие трубочки. При этом мы обезболиваем, замораживаем. Это капельки? Это капельки или распылители, аэрозоли. Исследование проводится безболезненно для ребёнка и позволяет максимально увидеть патологические изменения со стороны носоглотки и, более того, вывести изображение на экран. То есть родители, мамочка может посмотреть. Мы можем даже задокументировать, распечатать, мамочке отдать, да, картину носоглотки. Значит, что касается вопроса нашей слушательницы, то здесь мы уже переходим к лечению, к хирургическому лечению. Так, как же это происходит сейчас? То есть, получается, посмотреть можно просто безболезненно, закапывал нос тоненькой трубочкой. И мы уже, да, имеем картину. Значит, что касается лечения, хирургического лечения, то современная таларингология, в общем-то, эти задачи, на мой взгляд, решила. И решается это посредством, а, общего обезболивания, наркоза, то есть, вот тот момент, который ужас, да, сохранившийся у нашего поколения, да, потому что... Что адамуэды на живую выдирают. Да, 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 и сохранившийся, в общем-то, достаточно сильной психологической травмой. То есть, благодаря современным средствам для наркоза мы имеем возможность давать общее обезболивание, давать наркоз детишкам, достаточно безболезненно для всей общей соматики, организма. И удалять аденоиды полностью в связи с тем, что мы контролируем весь процесс посредством видеоэндоскопических технологий. То есть, при хирургическом лечении, при хирургическом вмешательстве, хирург полностью на экране видит всю ткань, которую он удаляет. Поэтому это в большинстве случаев, ну, практически во всех случаях, позволяет избежать рецидивов. Вот к вопросу о том, что один раз убрали, второй раз убрали, третий раз убрали. Почему? Потому что, в общем-то, раньше аденоиды убирались только вслепо. А сейчас? Сейчас мы всё видим. Слава Богу. То есть, нам, да, не приходится рассчитывать там. Вот удалили ребёнку аденоиды. Казалось бы, без особенного стресса, как раньше. Их убрали. Но вы говорили, да, в начале нашей беседы о том, что это определённый фильтр, что он накапливает в себе какие-то вирусы, с чем сталкивается ребёнок. Когда их не стало, этих вот фильтров? Как ребёнок без них будет жить? Как вообще организм справляется? Вот. Ты же вначале сказала, что носоглоточная миндальна входит в целое кольцо, лимфоглоточное кольцо, которое содержит помимо носоглоточную миндальну ещё пять миндалин. Плюс ко всему, по задней стенке глотки рассеянные лимфоидные фоллигулы, которые берут на себя роль, в общем-то, вреда от хронического очага инфекции гораздо больше, чем нежели польза от удаления аденоидов. Так. Удаление. Хорошо, аденоиды. А может, как-то можно всё-таки... Вообще, вот по поводу аденоидов такой вопрос очень часто возникает у многих мам, и вообще вот в беседах об аденоидах говорят, да, вот аденоиды второй степени сказали не удалять, аденоиды третьей степени сказали удалять, подождать. Первой степени не страшно. Что это за степень вообще, о чём речь, и имеет ли это отношение какое-то вот к медицинской действительности, эти степени, и что удалять, что не удалять? Степени очень условные. Степени исключительно по анатомическим ориентирам, насколько выросли аденоиды, то есть там они касаются распределения в отношении сошняка. Значит, здесь есть один простой совет, что консервативно, да, различными каплями, спреями, антибактериальным терапевтом и так далее, и так далее, можно вылечить лишь острое воспаление. Если же мы говорим уже о разрастании дополнительной ткани, о гипертрофии, о разрастании ткани, то в этом случае никакими там примочками, да, ну и консервативными методиками, к сожалению, помочь здесь уже нельзя. Тут совет простой, попробуйте пролечить ребёнка месяц. В течение месяца вы лечите, если же симптоматика никуда не уходит, то, в общем-то, мы говорим о хирургическом лечении. У нас в самом начале программы была тоже, вот нам выводили на монитор картинку, где был показан, вот как раз можно было пронаблюдать ребёнка, да, с аденоидами. Вот увеличенная доглоточная миндалина аденоиды изображена прямо вот, да, то, как раз, о чём вы говорили, что близко находится к уху. Если затянуть с аденоидами, какие могут быть последствия, если не удалить их, если вот, допустим, опять же, ну, забоится, допустим, там, мама скажет, а не хочу, а боюсь, какие могут быть последствия для здоровья ребёнка, если их оставить и не удалить? Ну, масса, масса. Ухо рядом просто вот видно, прям совсем страшно. Рецидивирующие средние атиты, вплоть до перфоративных атитов, эксудативные атиты, хронические ларингиты, хронические трахиты, хронические бронхиты, снижение слуха, возникновение тугоухости, нарушение сна, синдром абстрактивного апноэстма, масса формирования аденоидного лица, нарушение апликуса. То есть, если мама принимает решение и берёт на себя, да, ну, сказали удалять, а я вот не буду ребёнку удалять, то она должна быть ответственна за то, что она получит в течение времени ряд осложнений, которые, в общем-то, достаточно серьёзные. Могут быть очень проблемными, да? А во взрослом возрасте бывает такое, что увеличены аденоиды? Бывает ли такое, что аденоиды удаляют взрослому человеку? Да, 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 бывает. Это не частный случай, но даже вот наша коллега с кафедры нашей, туалинологии, защищала диссертацию по этому поводу. Да, у взрослых тоже бывает аденоиды, которые мы выбираем. Вопрос вот к некоторым детским заболеваниям его часто относят, перерастёт, вот с аденоидами тут склонность какая-то, и можно её перерасти, допустим? Нет, нет. Если это уже разросшаяся гипертрофированная ткань, если это уже, в общем-то, дополнительная ткань, то ни о каком перерастёт. Уже речь об этом не может. Наобух с ними, но нет. Когда мы анонсировали программу в нашу беседу об аденоидах сегодняшнюю, одна из телезрительниц в онлайн, скажем так, беседе задала вопрос. Зовут её Мария, она из города Таганрога, у неё ребёнку поставили необходимость удалять аденоиды, и в процессе подготовки к операции они делали кардиограмму, и кардиограмма оказалась не очень хорошей. И теперь женщина боится, что общий наркоз может плохо сказаться на ребёнке, и вот проблема у неё такая. Удалять аденоиды, и будет ли она при этом рисковать здоровьем ребёнка во время операции? Или же, может быть, опять же, вот эта кардиограмма связана с тем, что как раз-таки аденоиды, может, ребёнку дышать-то не дают? Ну, тут, в общем-то, это, наверное, больше в компетенции детских кардиологов, потому что вы же понимаете, что заболевание сердца это огромная статья на зоологии, которые могут быть у этого ребёнка. То есть я, наверное, некомпетентно сейчас об этом говорить. То есть, безусловно, перед каждой госпитализацией с целью удаления аденоидов детишки должны быть обследованы педиатром, и уже педиатр оставляет, возможно ли, они осматриваются анестезиологом, тут тщательно, в общем-то, по состоянию, общему состоянию ребёнка, в общем-то, определяются показания для наркоза, есть ли противопоказания. Конечно, спасибо, доктор. А у нас ещё один звонок, дорогие телезрители, звоните нам по номеру 200, ровно 2515, нам уже дозвонилась Яна из Краснодарского края. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, значит, у ребёнка часто, как Вы сказали, хронические обструкции, то есть были вызваны, допустим, это летним периодом, возможно ли вот эти удаления аденоидов в момент вот этой обструкции, или как лучше поступить? Яна, звонка уже нет? К сожалению, да, мы не успели, может быть, что-то ещё узнать. То есть, доктор, телезрительница наша интересуется, да, ребёнка у малыша обструкции, бронхит, я так понимаю, да, летом. Можно ли проводить операцию по удалению аденоидов, когда у ребёнка вот осложнение, я так понимаю, в виде бронхита? Дело всё в том, что, конечно же, в плане передоперационной подготовки мероприятия, направленные на снятие острого воспаления, должны быть проведены. Но без удаления аденоидов, бронхиты никуда не денутся. То есть, тут важно понимать причину-следственной связи. То есть, в любом случае, пройти какие-то вот процедуры, которые обозначат доктор, погасить вот именно острую инфекцию? Острого воспаления. Воспаление. И уже убирать аденоидов. Спасибо, доктор. И давайте, наша беседа уже подходит к концу. Вот под занавес, буквально коротко, обозначим, может быть, посоветуем зрителям, как сохранить здоровье ребёнка, да, и избежать рецидивов, может быть, вот если уже были проблемы какие-то с аденоидами, с людьми. Ну, безусловно, дети имеют незрелую иммунную систему. Эта незрелая иммунная система очень плохо справляется сегодняшняя отвратительная экология. То есть, ну, от этого никуда не деться. Здесь советы, на первый взгляд, они простые, но, тем не менее, очень эффективные. Значит, первое, это нужно держать слизистую оболочку полостеноса в чистоте. Как это возможно? Механически смывать все те патологические агенты, которые попадают на слизистую оболочку полостеноса. Миллион масса сейчас препаратов, которые, препаратов морской воды, которые мы найдём в линейку в аптеке. Это и солин, и физиомеры, и аквамы. Масса их сейчас. Причём можно покупать как официальные формы, которые продаются в аптеке, так и готовить самим. Самостоятельно. Да, покупать морскую соль и, в общем-то, на стакан воды где-то 30 столовой ложки соли размешивайте и промывайте полость носа ребёнку. Причём делайте это ежедневно, как почистить зубы. Следующий момент. Необходимо удалять сухие корочки и отсмаркивать ребёнка. Тоже очень зачастую бывает ребёнок с этими соплями, никого не смаркает, никто за ними следит. То есть отсмаркивание ребёнка – это тоже очень важный момент. Причём поочерёдно каждую половинку носа мама должна постоянно за этим отследить. Увлажнение помещения в отопительный сезон. Очень важный момент. Купание и закаливание ребёнка. И занятия спортом, которые приучат нормально, хорошо дышать. Спасибо, доктор. Спасибо за ваши советы. Спасибо, что пришли. И мы смогли нашим телезрителям ответить на их вопросы. Мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Смотрите нас каждый понедельник в 19.30. Звоните нам, задавайте вопросы по номеру 200, ровно 2515. Всего доброго. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...